Сегодня Новосибирская филармония отмечает юбилей 85-летия. В зале имени Каца идет праздничный концерт в программе «Популярная классика». Глинка, Хачатурян, Петров, Штраус. Поздравить концертную организацию пришли известные деятели культуры и самые преданные слушатели. На прямой связи со студией Алексей Кудинов. Алексей, здравствуйте. Ждем от вас подробностей. Добрый вечер, Светлана. Филармония празднует свой юбилей в два приема. Была большая программа 11 июня. И сегодня, в данный момент, в зале имени Каца, пожалуй, главный юбилейный вечер. Потому что именно сейчас, здесь, на сцене, вручают премию «Золотой ключ». Это такое местное ноу-хау, новосибирская филармоническая премия. Ее обычно получают музыканты филармонии или каких-то других коллективов, композиторы, даже музыкальные критики. Но вот сегодня, к юбилею, филармония преподнесла всем сюрприз. И премию вручают не совсем так, как обычно. В этом году мы решили изменить формат премии. Раньше премия вручалась только либо сотрудникам филармонии, либо известным деятелям культуры Новосибирской и Новосибирской области. В этом году, так как у нас юбилей, нам 85 лет, мы решили изменить формат премии. И в этом году премию получат творческие коллективы, ведущие творческие коллективы Новосибирской филармонии, которые отмечают тоже юбилеи в этом концертном сезоне. Новосибирская филармония и была, и остается самой большой концертной организацией России. 14 коллективов в составе. Но вот есть филармонии, где всего лишь несколько коллективов. Понятно, что есть у нас и центральный симфонический оркестр огромный. Есть и оркестр русских народных инструментов, камерный филармонический оркестр. Еще много коллективов вокальных, музыкальных. И около 700 человек трудятся вот в этой концертной организации. И, конечно, есть в этом и своя прелесть. Это почетно быть главной концертной организацией страны. Но и одновременно это не очень просто управлять вот такой махиной. Эта конфедерация или конклав, сейчас у нас 14, если не ошибаюсь, коллективов есть. Как правило, такого не бывает. Но Новосибирск это вообще город, подобно которого тоже нигде нет. И поэтому особенности нашей жизни, нашей биографии, это особенности жизни Новосибирска. Вот он так строился, он так складывался, он так превращался в столицу. И филармония так из разных кирпичиков складывалась. Кроме вручения премии «Золотой ключ», сегодня зрителям показывают концерт. Это своеобразный подарок музыкантов, публике к юбилею. Потому что без слушателей, в общем, любая работа музыканта, артиста, она, конечно, бессмысленна. Ну и в конце этого включения, Светлана, скажу, что филармония в переводе обозначает любить музыку или любить гармонию. И сегодня здесь, конечно, все мечтают о том, чтобы людей, которые любят музыку в Новосибирской области, и за ее пределами становилось больше с каждым годом. Студия. Спасибо. Это был Алексей Кудинов с подробностями о премии «Золотой ключ». Спасибо.